Всем привет! Это базовый блог-выпуск 86. Меня зовут Сергей Павлин, я нахожусь в Москве и анонсирую выпуск, в котором мои коллеги Сергей Тихомиров и Александр Селезнев расскажут о блокчейн-неделе в Берлине. Они посетили такие конференции, как Web3 Summit, DabCon, поучаствовали в берлинском хакатоне вместе с Евгением Марченко из компании SmartDeck и поделились своими впечатлениями о конференциях и о докладах, представленных на них. Также они побывали на нескольких метатах. В общем-то, сейчас про все вам расскажут. Их впечатления также представлены в видеороликах на YouTube-канале Базовый Блог, поэтому можете зайти туда и посмотреть также виды конференций, но для вашего удобства мы решили собрать все в единый выпуск для подкаста. Мы благодарим нашего спонсора, компанию Waves, которая разрабатывает платформу для создания Web3 приложений, то есть децентрализованных приложений. Заходите на wavesplatform.com и узнавайте всю актуальную информацию об этом проекте. Мы очень поддерживаем этот проект, предлагаем вам на него взглянуть. А также благодарим всех наших патронов, которые оставляют деньги на развитие нашего подкаста и предлагаем другим слушателям тоже вступить в ряды патреонов. Заходите на сайт patreon.com slash basicblogradio и там можно оставить пожертвования, которые помогут нам сделать наш подкаст лучше. Передаю слово Александру Селезневу и Сергею Тихомирову. Первая часть нашего выпуска будет о первом дне Web3 Summit в Берлине. Мы проводим прекрасный солнечный день на Web3 Summit в Берлине. Прошло полдня, мы попали на почти все доклады первой половины дня и мы решили провести некоторый промежуточный итог, наше впечатление от докладов. Наверное, из того, что мы поняли, мы попали на достаточно интересный доклад по Green, который делал человек по имени HashMap. Да, человек по имени HashMap рассказал нам про Green, про то, что это такое. Если вы послушаете наш выпуск с Александром Зайдельсоном, они разрабатывают другую имплементацию того же протокола, который называется Beam. И у них там традиционный стартап с инвестициями, с компанией, они там incorporated и так далее. А ребята из проекта Green, я даже не могу назвать это компанией, потому что там компании нет, там нет даже фаундейшена. Нет, нет юрлица. Никакой legal structure у них нет, все исключительно на энтузиазме разработчиков. То есть они очень в этом смысле придерживаются такой идеологии, не знаю, шифропанковской можно ее назвать или децентрализованной. Они хотят максимально все основывать на энтузиазме, на комьюнити, никому ни за что не платить. Если вам не хватает какой-то фичи, делайте pull request, разработайте ее, welcome, GitHub открыт. Это очень интересно, мы очень надеемся поймать еще на интервью этого прекрасного молодого человека, насколько по нашей информации он говорит по-русски, так что может получиться интересная дискуссия. Потому что, конечно, у нас возникло много вопросов, не критических, просто заинтересованных, в том, как это вообще может работать и какое они видят будущее у этого проекта. Мы попали еще на парочку докладов, которые нас вообще ни в чем не убедили. Следующий там был доклад человека из Parity, анонсирован был в начале в повестке Gavin Wood, но Gavin Wood что-то не доехал, и был какой-то другой молодой разработчик из Parity, рассказывал про то, чего добился проект Substrate за последний год. Год назад его здесь же анонсировали, на предыдущем Web3 Summit. Вот, хвастался тем, насколько у них выросло количество звездочек на GitHub, и коммитов, и чего-то там еще. Вот, ни одного реального примера, когда это реально используется, он, к сожалению, не привел, мы не уверены, что такие примеры есть. Да, если честно, меня это привело в некоторое бешенство, потому что, когда человек говорит, вот год назад мы презентовали проект, и у него там было x-звездочек на GitHub, а теперь мы презентовали у него там 100 x-звездочек на GitHub, и ты думаешь, ну, конечно, вы презентовали, там не было ничего, была одна, осталось 100, ну, класс, как бы, очень круто. Ну, то есть, если честно, меня абсолютно ни в чем это не убедило, и я ожидал от этого доклада гораздо больше. Я ожидал, что нам расскажут про настоящие юзкейсы, что нам расскажут про примеры, про каких-то людей, которые ты уже используешь. Вот прошел год, Parity очень активно промоутила свой субстрат, я лично был на куче докладов, на кучу митапов, посвященных субстрату, и, если честно, такой итог года меня очень сильно разочаровал. Ну, надо сказать, что этот доклад, он просто по стилистике, по формату был полной противоположностью предыдущему, если вот доклад про Green был такой вот from the grassroots, то есть реально на энтузиазме, реально вот мы делаем, потому что нам в кайф присоединяйтесь, то доклад про субстрат, он был максимально такой, вот из сериала «Кремниевая долина», вот такой очень, очень флюент, человек разбрасывался цифрами, говорил, как они растут, и, конечно, слышно, что он так натаскан на то, чтобы производить впечатление на инвесторов, инвесторам интересен рост, поэтому он говорит, сколько у нас на n процентов выросло то, на x процентов выросло это, но насколько это важно для, на самом деле, настоящего децентрализованного блокчейн-проекта, это не очень понятно. Но они не пытаются, как я понимаю, быть полностью таким шифропанк-стайл децентрализованным проектом. Посмотрим, как у них будут дальше дела, мне не очень понравилось. Может быть, удастся поймать кого-нибудь из наших знакомых и спарить, и кто смог бы нам эту обстановку разъяснить. Может быть, там действительно доклад просто был не об этом, не о том, что лично мне, может быть, хотелось услышать. Вот, также была панель про эфирм 2.0, на которой была полезная информация... Ноль. Ноль-ноль, да, да. Немножко побольше, чем ноль, но, в общем-то, я думаю, основную канву наши слушатели и так знают. Вот есть эфириум 2.0, есть несколько стейджис, есть там бикенчейн, есть шарды. Вот мы это имплементируем, 9 команд имплементируют. И вот мы назвали дату, я это скажу, чтобы мы это не забыли. Early next year будет выкатка Phase Zero, насколько я понял. Они очень любят приносить дедлайны, так что мы в начале 2020 года вспомним, они реализовали свои обещания или нет. Вот, ну а так, ну, работает, имплементирует, посмотрим, что не получится. И был доклад человека, которого назывался его проект Scruttlebutt. Secure Scruttlebutt. Из которого я лично не понял ничего, ничего, ноль. Так что мы не будем о нем просто говорить, я думаю. К сожалению, пропустили доклад про Арагон. Это очень жалко, очень жалко. Но поскольку это все трастируется в стриме, можно посмотреть это на ютубе, а вернее это все будет. Да, да, вообще у нас очень много вопросов к DAO, и прям, ну, будет много докладов про DAO. Я надеюсь, что мы свое любопытство удовлетворим. Мы даже целая DAO-панель. Да, да, да. Кстати, вот сейчас, может быть, нам стоит на нее поторопиться. Да, ребят, мы, наверное, пойдем на DAO-панель, еще что-нибудь расскажем интересное попозже. И мы хотим немножко подвести итоги дня вчерашнего, а затем сегодняшнего, пока мы все не забыли. Первого дня конференции, да. Подводим итоги первого дня конференции. Мы послушали доклад Беннета из Protocol Labs, чуваки, которые делают Filecoin и IPFS. Я, честно говоря, ничего не понял. Нет, там все было понятно. Чувак просто произнес очень зажигательный доклад. Тоже такой достаточно непитчивый. Ну, в общем, о том, что все идет хорошо, все идет круто, все идет по родному Apple, все пишем. Мы вместе изменим будущее. Мы вместе сможем... Все децентрализуем. Да, все децентрализуем. Towards the decentralized future. Let's do it together. В общем, достаточно, если честно, водяной доклад, но воодушевляющий. Да, он довольно водяной. Я посмотрел... На меня тут села оса и ползает по мне. Мне это не очень нравится. В общем, я переслушал интервью, которое этот чувак давал подкасту Epicenter еще в далеком 2015 году и понял, что он более-менее говорил примерно те же самые вещи. Конечно, он сказал сейчас некоторую конкретику, что они конкретно там реализовали, но IPFS как работал, так и работает, а Filecoin как не работал, так и не работает. В общем, пока, наверное, все, что мы можем сказать. Еще мы послушали доклад Эмина Гюнсирера про Avalanche. И в этом докладе, мне кажется, очень ярко проявилась, как мне лично кажется, несколько двойственная природа. В общем, человек, который долгое время был профессором компьютер-сайенс, сейчас остается профессором, и у него много академических заслуг в области изучения децентрализованных систем, блокчейнов, безопасности. Он и про DAO писал, он писал про Selfish Money, конечно, знаменитая работа. И вообще все очень круто, и я с удовольствием большим его читаю и давно. А в прошлом, мне кажется, году он пошел в блокчейн-бизнес, сделал компанию и развивает, они реализуют монету Ava на протоколе Avalanche. И вот в докладе был очень четко виден такой вот раздел. Он начал там с истории, он сказал, что вначале был Лесли Лэмпорт, Баба Лисков, Бизайн Танфелл Толеренс, потом пришел Накамото. У нас теперь консенсус такой, консенсус с ИКО, и все так очень академично и нейтрально. А потом бабах, он начинает шилить Ava. Да, да. Это произошло настолько резко, что лично я, дорогие слушатели, как-то потерялся. То есть это как-то без подводочки произошло. И там дальше пошли какие-то визуализации, типа, о, смотрите, мы, там какие-то графики, конечно, ничего не видно, что по осям, особенно из дальнего конца зала. Типа, о, у нас там три транзакции в секунду, мы уже обогнали биткоин, а вот там мы подкрутили еще рубильник, мы обогнали эфириум, смотрите-ка, а мы теперь обгоняем там чуть ли не визу. Да, 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 они обогнали визу, у них было больше транзакций в секунду, чем у визы. Да, да, при этом была какая-то зрелищная достаточно визуализация, но было абсолютно непонятно, что происходит. То есть там какие-то красивые графики, что-то там увеличивается, какие-то точечки, не знаю, я был в ужасе. Ну, он даже, он даже, видимо, не пытался даже объяснить, как работает консенсус, что вот, типа, история консенсусов, был раз, два, три, мы придумали новый, ну, там не мы, а анонимная команда Team Rocket придумала, конечно, конечно, не знаем кто это, понятия не имеем. Вот, а мы это реализуем, и вот оно, типа, работает лучше. Ну, окей, как бы, будем следить, но смешивание, скажем так, академического стиля доклада и стартаперского стиля доклада выглядит для меня немножко неорганично. Мне кажется, надо выбрать ты там или эту шляпу, или надеваешь шляпу профессора, или надеваешь шляпу стартапера. Вот, а вместе как-то оно не очень сочетается. Мы были на докладе, который делали про Zero Knowledge, обзор Zero Knowledge, там была Анна Роуз, соведущая подкаста Zero Knowledge, и Ховард Ву, он ресерчит, по-моему, в Беркли тоже Zero Knowledge. И они сделали такой довольно общий обзорный доклад по применению Zero Knowledge, что вот у Zero Knowledge есть три применения в блокчейнах, это скейнабилити, прайваси и интероперабилити. И привели примеры, как разные протоколы эти задачи реализуют. И вообще, да, они там на одном экране в какой-то момент показали все названия всех протоколов, которые появились в последние годы четыре, и они там занимают целый экран. То есть там реально 20 статей академически посвященных Zero Knowledge, не просто посвященных, а которые introducing yet another Zero Knowledge protocol. И понятно, что надо хорошо разбираться, чтобы понять, чем они вообще отличаются друг от друга, для каких целей и так далее. Вот, упоминались там кода, упоминались там Matterlabs, между прочим. Привет, ребят. Тоже, да, привет, гости какого-то из предыдущих наших выпусков. А потом закончился первый день Web3 Summit, и мы поехали на митап. Был митап в таком месте под названием Beta House, там выступало несколько чуваков, был чувак. Я бы даже сказал так, что этот Beta House это почему-то вроде каворкинга, и там было одновременно два митапа на разных этажах. И в этот момент у меня появилось ощущение, что вот помимо вот тех, не знаю, ну, есть здесь тысячи человек. Ну, наверное, есть здесь примерно тысячи человек. Помимо вот этих тысячи человек, которые сейчас тусуются на Web3 Summit, еще в Берлине прямо сейчас присутствует гораздо больше тысячи человек еще, которые не на Web3 Summit, которые просто тусуются, но которые по крипто-тусе. То есть вот это четырехэтажное здание было полностью заполнено людьми, говорящими о блокчейне. Вот, то есть тут действительно это очень, блокчейн-вик очень эпохальный, и Web3 Summit это даже такая небольшая часть этого блокчейн-вика. То есть я, ну, обычно ты ожидаешь, что есть тут главная конференция, и чуть-чуть там людей тусуются на митапах. Там, ну, 30 человек здесь, 30 человек там, ну, как так, небольшая, небольшая достаточно туса. А там было очень-очень много народу, и так как было еще много митапов одновременно с этим в городе, я думаю, на них тоже было очень много народу. Ощущение, что это все очень глобально, и, ну, не глобально, а масштабно, масштабно. Да, да, согласен. Там было, доклады были про блок Сраут, про систему для быстрого пропагейшн-блоков. Был доклад про, что еще? Нер. Нер, да. То есть это все, что мы увидели. А, все, что мы увидели. Мы первый доклад пропустили. Еще, как ни странно, на этом митапе был анонсирован Дэвид Чом, но его почему-то не было, не знаю. Он был анонсирован последним, но его не было. Может быть, он был в начале, может, и вообще его не было. Он был уже на следующий день, второй день утром, но об этом мы расскажем отдельно. Ну, в общем-то, все, я думаю, по первому дню. Я бы, на самом деле, еще сказал немножко про доклад, который мы зацепили целиком. Это про блок Сраут. Там люди придумали какую-то такую тему, что-то типа Content Delivery Network, только для блоков, блокчейнов. Там, ну, с помощью нескольких каких-нибудь, двух, насколько я помню, каких-то решений, я уж не буду там их подробно описывать на видео. Они придумали, как сделать что-то типа прослоечки такой между нодами, которое бы существенно ускоряло доставку распределения блоков по сети. И это, с одной стороны, очень круто, то есть, он там тоже какие-то графики показал, что это вот прям существенно ускоряет вообще, ну, улучшает scalability, потому что у тебя блок может быть гораздо больше теперь, там, количество блоков в секунду у тебя может быть гораздо больше. То есть, просто на Layer 1 существенно быстрее у тебя начинает работать. Единственное, конечно, у меня сразу появился вопрос, и не только у меня, там много кто в зале немножко озадачился, а как же так, не появляется ли из-за этого централизация? Ну, как-то докладчик с этого вопроса как-то аккуратно стек, не знаю, может быть, еще увидим, у него вроде еще будет доклад, может быть, мы его, может, даже расспросим, может быть, он на докладе про это расскажет. Я вспоминаю название еще как минимум одного, ну, конкурирующего или дополняющего, скажем так, проекта, который называется Falcon Network, который нужен, собственно, для того же, чтобы блоки быстрее распространялись. Вот, но здесь, на самом деле, непонятно, где bottleneck, bottleneck находится здесь, для scalability или еще где-то. Ну, по крайней мере, что мне очевидно из разных докладов на этом ивенте, что разные люди видят разные проблемы и подступают с разных сторон к решению, там, той же scalability. И за этим интересно наблюдать как минимум, что кто-то оптимизирует, там, networking, кто-то оптимизирует Layer 1, consensus, кто-то оптимизирует, наверное, Layer 2, хотя про это мы пока не слышали докладов. В общем, на всех фронтах кипит работа. Я думаю, что на этом все. Да, все по первому дню. Второй день конференции Web3 Summit. Сегодня было много интересного, и мы начали этим интересным с вами поделиться по горячим следам. На первой попытке записи этого видео Сергей уже сказал, да, что второй день засунули всех хедлайнеров и тяжеловесов. Например? Например, например, да. Первый доклад Дэвид Чом. Сейчас он занимается проектом Elixir. Вообще, Дэвид Чом – это пионер многих тех областей, из которых впоследствии выросли блокчейны, как то приватная коммуникация, электронные деньги и privacy, вообще, technologies. И возник, по-моему, тоже он делал. И несколько месяцев назад он презентовал проект Elixir, про который был выпуск номер 46 подкаста «Базовый блок». Послушайте, и как я тогда, как я сейчас помню, говорил и сейчас до сих пор, мне кажется, что Дэвид Чом продолжает выезжать на своих, безусловно, больших, но все-таки прошлых заслугах. То есть, как он в 80-х, начале 90-х делал прорывной ресерч в перечисленных мной областях, он как бы на том уровне развития остался и продолжает эти креденшалы использовать, чтобы получать деньги инвесторов, делать какие-то компании. Посмотрим, что у него получится. И то, что он презентовал сейчас со сцены, проект, который называется Praxis, тоже с двумя буквами X, как и в слове Elixir, это некоторое... Ну, я не понял точно, как он соотносится вот с Elixir, но это как бы вот развитие под одной и той же, под одним и том же, тем же зонтичным брендом, если можно так сказать, система интеграции платежей с анонимным мессенджингом, и он очень сильно напирал на то, что мир хочет того, чтобы платежи были интегрированы с мессенджерами, что, в общем-то, правда, как показывает WeChat, Alipay и американские, европейские тоже компании, которые в этом направлении работают, но все это должно быть privately, anonymously, бла-бла-бла, и что вот он взял консенсус, который он еще в своей диссертации в 80-х лохматом году придумал, он его улучшил, он взял идеи, которые он воплощал в проекте DigiCash в начале 90-х и тоже их улучшил, и все это слепил в одну систему и нам ее сегодня презентовал. С слабым местом доклада я бы сказал то, что там очень непонятно и призрачно вот это взаимодействие между этими проектами, что и где начинается праксис, заканчивается эликсир, потом он еще, кстати, рассказал, что у него еще два проекта есть, он под них собирает команду, что команда что-то там тихо делает, что они вот уже что-то релизят, при этом непонятно, чем отличаются на самом деле проекты. Он еще показал очень такой профессионально сделанный видосик анимационный, как вот Алиса отправляет Бобу сообщение, там такие роботы на колесиках его там перемешивают, что-то куда-то отвозят, и мне почему-то показалось, что он переизобретает Тор, то есть как бы, разумеется, он не мог не слышать про Тор, скорее всего, он довольно хорошо представляет, как работает Тор, но та система, которую он описывает, что у нас есть несколько, там, назовем их рилейерами, у них там внутри какие-то есть трубки, и трубки так вот перемешаны хитро, что сообщения идут туда, они как-то рандомно перемещаются в другую трубку, а потом на следующем рилейере они перемещаются еще в другую трубку, и это выглядит, в общем-то, для меня как Тор. Зачем переизобретать Тор? Для меня тоже, для меня тоже, ребята, мы, в общем, с Сергеем в этот момент просто посмотрели друг на друга. Сергей, да это же Тор. Да, то есть это было ощущение, что это было видео, описывающее работу Тора, вот, и это, не знаю, это было смешно, конечно. Ну, в общем, у меня сложилось то же самое впечатление, то есть странный, невнятный доклад, где человек рассказывает, что вот мы собираем деньги, собираем команду, люди работают, производят, и при этом ценность производимого под большим сомнением, потому что ощущение, что они там велосипед на деньги инвесторов переизобретают, это очень странно. Наверное, остановимся на этом, посмотрим, как будут дальнейшие их успехи. Дальше был доклад, который, ох, человек зовут Мэтью Ходсон из Matrix.org Foundation, они делают тоже еще один анонимный мессенджер, как бы вот со сцены сходит чувак, который нам нагнал какой-то, скажем прямо, воды про анонимный мессенджинг, как это важно, как они делают, заходит следующий чувак, говорит, мы делаем анонимный мессенджинг. Я такая, что, что опять? Матрикс, связанный с ним проект Riot.im, насколько я понимаю, это мобильная его имплементация, в общем, чуваки делают анонимный мессенджинг, и довольно-таки преуспели, по крайней мере, по их словам на этом поприще. У них сколько-то там, 10 миллионов аккаунтов, какие-то сотни тысяч активных daily active users. Вот, я про этот проект слышал, как бы, краем уха, плохо его представлял, но чувак, видимо, ожидал от аудитории, что аудитория очень хорошо представляет, что за проект, и им интересно вот последнее развитие, вот что вы там вот за последнюю неделю сделали. И он, видимо, не укладывался во время, и ближе к концу доклада начал ускоряться, а при этом контент становился все более и более технически плотным. То есть у него там слайд, там 15 пунктов, мы имплементировали это, 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 пятое, десятое, bandwidth уменьшился, производительность улучшилась, смайлики появились, то, сё. И он, чем дальше, тем больше он на нас вываливал этой информации. Причем он с таким еще говорил, мне показалось британским акцентом, и я поймал себя на мысли, что британцы, они так говорят, видимо какое-то сознательное такое ощущение, что ну мы же native-спикеры, и вообще английский как бы это наш язык, мы будем говорить просто вот как на родном языке, а все, поскольку английский знают, они легко нас поймут. Ну вот как Сергей сейчас говорит по-русски, вот так же он говорил с такой же скоростью по-английски. Да, но как бы наши слушатели, я думаю, больше известны native-спикеры, мало кто, к сожалению или счастью, учит русский как не native. Для того, чтобы общаться про блокчейн. Общаться про блокчейн, но он говорил с таким типичным британским акцентом очень быстро, и я реально, половина слов у меня попадала, информации было очень много, ну как бы хорошо, что они что-то пилят. Она была, да, нет, вообще это было похоже на какой-то, знаете, просто development report, то есть он как будто он за последние несколько месяцев просто нам рассказал, вот за это место мы разработали вот это, за это, за это это. При этом по сути это были, ну, маловажные какие-то вещи реально. Он просто экспортировал issues с гитхаба закрытые. Да, да, это реально как-то так выглядело, ну то есть это какие-то вообще маловажные вещи. Вот мы перешли с UTF32 на UTF8, ну ок, ну то есть это реально, вы сами понимаете, для презентации проекта это странный немножко выбор информации, а чтобы окончательно нас добить, он перешел к live demo с командной строкой. Да, и Саша говорит, ну сейчас, чтобы нас добить, нужно live demo, и чувак такой, а сейчас я вам покажу live demo. Да, 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 то есть, да, да, там, когда там реально слайды менялись, один слайд в 5 секунд, в каждом был слайд по 5 пунктов, в каждом из которых были новые термины, новые аббревиатуры и командно-командной строки. Вот, после этого началось live demo с использованием командной строки. Ну, это было круто, ребят, короче, ну хороший, насыщенный доклад на часа полтора, я бы это так, наверное, сказал. Поделись своим мыслям по поводу эмоджи, он там упоминал, я просто подведу контекст, он сказал, что вот в 2017 году был пик ICO, у нас было все супер с финансированием, и мы делали всякие вещи, ну типа, ну что вы делаете, когда у вас дофига денег? Мы реализовали эмоджи, мы реализовали редактируемые сообщения, но сейчас стало с деньгами похуже, и мы сконцентрировались на действительно важных вещах, мы улучшаем производительность, performance, bandwidth и так далее. Да, да, ну для меня это было, конечно, я Сергей уже сказал в приватной беседе, что люди, когда стало с деньгами похуже, они сконцентрировались на том, что для пользователя вообще не важно. Вот пользователю вообще плевать на то, что UTF-8 или UTF-32 там используется, пользователю вообще плевать на другие мелочи. На то, что он одно... Ну хватает за килобайтами, типа, у нас сообщение всего один HTTP запрос туда, один запрос сюда, у нас всего там 100 байт туда-сюда, вот такие, такого рода вещи. Да, да, и при этом, мне как пользователю реально гораздо важнее, что они редактируемые сообщения у себя сделали, чем то, что они там какую-то технологию поменяли на другую технологию, про обе технологии я вообще ничего не знаю. Вот, это, ну, короче, не знаю, в общем, это было смешно, это был очень технический доклад от технического увлеченного человека. Интересно такое тоже послушать, мне тоже понравилось. Тем, кто в контексте, это было наверняка интересно. Тем, кто немножко вне контекста, они, я думаю, потерялись. Но вот есть такой проект Matrix.org, посмотрите, если вам интересно на сайте, что они делают. Я заметил, что после, я думаю, что после нашего описания вы тоже не поняли, что это за проект и зачем он нужен. Мы тоже. Потом была накладчица по имени Джиллиан Йорк, представляющая International Freedom of Expression из EFF. EFF – это Electronic Frontier Foundation, известный очень нон-профит, который занимается защитой приватности и защитой прав пользователей разных электронных систем. И она развернула такой очень, мне кажется, тоже низководенистый доклад. И я его не дослушал до конца, я там вышел, но то, что я успел услышать, что вот, прикиньте, у нас приватные компании типа Фейсбука могут центрировать сообщения. Вау, это очень плохо. А еще у них там есть модерация, и вы представляете, реально сидят несчастные бедные люди в бедных странах, не получая по доллару в день, чтобы смотреть на видео и фото убийств, детской порнографии, которую заливают на Фейсбук, и мануально принимать решение, это соответствует правилам или нет. Бедные, несчастные люди, которым приходится такую тяжелую работу выполнять. Но компания автоматизирует эту работу. А неужели же это хорошо, что мы ее автоматизируем? То есть, как бы, из ее слов я понял, что и ручной труд – это плохо, и автоматизированный труд – это тоже плохо. Просто делать непонятно. Я успел еще найти ту часть доклада, где она говорила, что очень плохо, что нигде точно не описаны правила, согласно которым тот или иной контент становится забаненным. При этом я должен отметить, что не так давно я читал статью, которую, кажется, там это было интервью с человеком, который в Твиттере занимался одно время цензурой. И он как раз говорил, что в этом весь поинт цензуры в социальных сетях, что не написано точно-точно-точно, что именно разрешено, а что именно запрещено. Потому что если это написать точно-точно-точно, то люди всегда будут подходить достаточно близко. Они будут эту систему стремиться обмануть. А нельзя обмануть систему, которая четко не расписана. И это вроде как чуть ли не основной закон цензуры. Мне кажется, нужно или идти просто all-in за свободу слова и абсолютно ноль цензуры применять. Если ты ее применяешь, тогда, получается, ты действительно делегируешь сервису какой-то goodwill. Но ожидаешь, что он будет действовать разумно. И ты согласишься с его решениями, если он решит тебя забанить. А если нет, то ты ничего не можешь сделать. В этом смысле, мне кажется, немножко лицемерно говорить, что мы, например, ну там, не знаю, детскую порнографию, более-менее все согласны, что надо банить. А надо ли банить, я не знаю, какой-нибудь еще questionable content, я не знаю, какой-нибудь терроризм, что такое пропаганда терроризма, а если это статья про терроризм, а если это инструкция, как сделать бомбу, а если это инструкция, как сделать фейерверк, а чем они отличаются? А что такое оправдание фашизма, просто изложение теории? Да, оправдание фашизма, все это пучок проблем. И все равно, если мы согласны, что какая-то цензура должна быть, дальше будет человеческое решение. Это нельзя абсолютно четко сформулировать, мне кажется. Дальше был Влад Замфир. Доклад «Водопад». Да, это, ребят, можно я вот скажу, это было ужасно, но мне так не понравилось. Ну, если честно, мне показалось, что это какое-то неуважение к зрителю, ну, потому что, по сути, чувак рассказал доклад, который был уместен, ну, максимум в 2017 году. Не знаю, Сереж, согласен ты со мной или нет, вот. Ну, то есть, это какой-то, вот, у нас должен быть закон, закон должен быть главнее, чем какие-то люди, которые, там, инфорсят этот закон. Вот, закон должен быть для всех один, он должен быть fair, он должен быть, все должно быть справедливо, нам нужна справедливость, блокчейн, а веб-3 может дать нам эту справедливость. Как именно? Что такое fair? Что, ну, то есть, не знаю, это, это какой-то, такое, такая развесистая, ну, не лапша, конечно. Конечно, мне бы тоже этого хотелось, но, то есть, не пути достижения, не как именно, что сейчас уже сделано для достижения этой цели, какие-то очень-очень общие понятия размазаны на 20-минутный доклад. Это можно было сказать за минуту. Это, я не знаю, мне кажется, он просто не готовился, и... Нет, судя по тому, что у него есть слайды, как-то он сегодня готовился, чтобы слайды сделал. Вот, но все-таки, да, как бы, основная мысль, если ее так сформулировать, это что, ну, окей, мы хотим, чтобы у нас был в его терминах legal order, то есть, чтобы у нас был какой-то механизм разрешения диспьютов, и чтобы он был, там, fair и вообще очень хороший, и вот нам веб-3 может дать этот, эти качества. Единственное, как бы, мне кажется, ну, не то, что зерно здравого смысла, но какая-то мысль, которая, мне кажется, не совсем водянистой, на то, что иерархическая система не скейлится. То есть, он говорит, что да, мы, конечно, можем поставить всех людей в иерархию, и просто вот тебе присылой на какое-то место в иерархии, если у тебя есть диспьют, то если ты выше, ты выигрываешь, если ты меньше, ты проигрываешь. Ну, как бы, вот, можете представить такую систему? Ну, во-первых, никто не хочет жить системой, где твоя позиция в иерархии определена раз и навсегда. Если она может меняться, то, соответственно, там, кто ее меняет, как ее меняет. И поскольку у нас, типа, ну, как я дальше немножко додумываю, что высокопчество сложное и динамичное, нам нужно какая-то... Ну, вот, иерархии, они не заскейлятся, нам нужна какая-то более хитрая система. Вот, ну, а дальше опять коды зло, бла-бла-бла. Там какие-то позадавали вопросы, с которых он как-то, как мне показалось, съехал. На самом деле, я примерно что-то такого и ожидал, но я не ожидал, что, ну, прям совсем столько воды будет. Это было как печально. Продолжая, продолжая тему спикеров, которые умеют съехать с вопроса, следующим спикером был Ричард Мэтью Столман, PreSoftware Foundation, и... И здесь нужно отметить, что... Здесь нужно отметить. Многие ошибочно полагают, что Столман придумал Linux и выступает за open source. Так вот, это неправда. Очень важно это отметить. Да, ребят, мы на самом деле так смеемся, потому что он начал с этого доклад, и когда мы к нему подошли сделать интервью, спойлер, он начал с этого интервью, то есть... То есть это человек, который, ну, с одной стороны, хочется ему, с одной стороны, выразить огромный респект за то, что он уже 30 с лишним лет отстаивает права пользователей, он просвещает нас всех на тему свободы софта, и что такое свободные рецензии, и что такое свободный софт, и почему это важно, и из этого, конечно, выросло очень много... И вот все это движение блокчейна и децентрализации, которого мы сейчас видели, которое вот здесь собралось, это, я бы сказал, в интеллектуальном смысле, это вот в том числе его, там, дети, внуки, ученики и так далее. То есть мы все ему многим обязаны. С другой стороны, что бы его ни спросили, он отвечает то, что он хочет ответить. И он так привык дудеть в эту дуду за 30 лет, что у него заготовленные есть вот такие шаблончики ответов, что такое freedom, как важно его вождать, это freedoms, что freedom, это не... Как он сказал нам очень, нам, простив, что freedom, это не бесплатно, это свободный, свободный софт. Доклад его был более-менее стандартный, я думаю, он более-менее на всех площадках, примерно то же самое рассказывает, что должно быть 4 свободы у пользователя, запускать софт, его модифицировать, распространять, и распространять модифицированные версии. И вот это очень важно, и он лично не допускает в своей жизни никаких компромиссов по этому поводу, отказывается использовать все, что не свободно, отказывается JavaScript использовать в браузере и так далее и тому подобное. Оказывается использовать мобильный телефон. Он без мобильника ходит, да. Да, и важный момент, он очень попросил его не фотографировать, то есть нет, он попросил не выкладывать это в Facebook и в Instagram, потому что он крайне негативно относится к Facebook и к Instagram, потому что это компания Malware. Да, да. То есть у него очень сильная нокаотическая позиция, видно, что он вот, цель его жизни, это эту позицию, мало того, придерживаться очень жестко, но ее продвигать, пропагандировать и так далее. Да, ну вообще от этого доклада я лично получил огромное наслаждение, потому что видно, что Столман просто очень закаленный спикер, действительно до крайности убежденный в том, что он говорит, и, ну это просто всегда приятно послушать, всегда приятно наблюдать человека на своем месте. Потом мы уже после доклада здесь в дворике его поймали и хотели записать с ним буквально пару минут видео, что мы сделали, даже больше, чем на пару минут. Но мне, о чем мне было бы интересно с ним поговорить, что, собственно, я у него и спросил, как его идеи свободного софта применяются в область блокчейна, потому что мне кажется, что вот эти идеи про то, что софт я должен иметь право на своей машине исполнять, как мне хочется, модифицировать, это все было актуально там в 80-х, 90-х, когда каждый действительно исполнял софт на своем компьютере. Тогда можно было задавать вопросы, окей, я купил этот процессор, это мой процессор, я взял этот софт, это мой софт, это мои данные, я исполняю все свое как бы локально на своей машине. Теперь, когда у нас все очень networked, как вот эти идеи применяются в этом новом мире, где, собственно, ценность проистекает не из-за того, что каждый взял код биткоина и подстроил его очень тонко под свои нужды, а ценность, она из того проистекает, что мы все договорились, что мы один и тот же софт используем, что биткоин, он один для всех, и каждый может на это рассчитывать. Вот мне как-то на эти темы хотелось его вытянуть, а он начал опять дудеть в ту же самую дуду. Да, там проблема была в том, что, ну вот мне кажется, что, в общем-то, это не противоречит позиции Столмана, и, в общем-то, можно было бы интересно очень дискуссию, на самом деле, на этой теме построить, но Столман, мне кажется, сейчас в том состоянии, что он уже не способен на дискуссию, он способен, по сути, просто повторять очень зажигательно, один и тот же набор веских весьма аргументов. Мне кажется, он на самом деле не очень представляет, он наверняка имеет общее представление, но он не представляет всей сложности и хитрых каких-то штук, которые происходят в нашем блокчейн-мире. Поскольку к нам подошли вот еще ребята и тоже стали ему задавать вопросы из разряда, а что если у меня гомомортное шифрование, а что если у меня зеленолочь-пруф, который доказывает, что computation сделан правильно, если я это аутсоршу на сторонний север, это соответствует вашим представлениям о свободе, он начал как-то, ну не то что даже увиливать, а он стал эти идеи как бы применять к тому, с чем он знаком, и отвечать в своих терминах. Мне кажется, он не совсем понимает, вот какие новые перспективы открываются перед нами с новой криптографией, типа зеленоледжа, и это совсем уже будет сложно, мне кажется, понимать, что такое свобода, что такое я исполняю свой код на своих данных, но в зеленоледж доказываю, аутсоршу на другой сервер, другой совершенно вообще пучок вопросов возникает. Еще очень интересно, вот Сергей задал вопрос ему на тему, как он относится к блокчейнам, я не буду там все это пересказывать, вы все это увидите в интервью, но мне показалось странным, что он даже не в курсе, что есть анонимные блокчейны, то есть он говорит, у меня претензия к блокчейнам, что это не анонимные платежи, ну то есть он реально не в курсе. Я хотел как-то вставить реплику, что есть проекты, которые над этим работают, но его, несмотря на то, что он медленно говорит, он говорит очень уверенно, и вот некуда вставить слово. Он говорит медленно, но неудержимо. Неудержимо, да, предложения пристыковываются друг к другу, и ты не можешь даже никак вот слово вставить. Мы очень рады, что пообщались с такой легендой, это очень приятно, действительно приятно. Это на большое впечатление произойдет, человек с тихим, но твердым голосом, который говорит медленно, но, как мы уже говорили, неудержимо, но это круто. Да, да. Мне кажется, очень здорово, понятно, что мы все не можем, скорее всего, в такой же степени придерживаться очень твердо этих принципов. Но очень хорошо, когда есть такие идеалисты, есть такие люди, которые своим примером показывают, что вот, а можно вот так, вот у меня есть такие этические нормы, и я не отступлю ни на шаг от них. И брать их как пример, или антипример. Или антипример. Скажем так, не пример того, что именно вот в эту сторону надо там сдвигаться, а просто как пример человеку, у которого есть принципы, и он очень твердо их придерживается. Это полезно как напоминание, что вот так можно тоже. Общаясь с Столманом, мы пропустили Сноудена, поэтому мы, как и вы, посмотрим этот доклад в записи. Это, видимо, планировалось как самый-самый главный хедлайнер, потому что даже во втором зале в это время нет никакого доклада, и всех загнали на Сноудена. Сноуден выступал по видео. Мы заглянули только так вот на ссылочках в зал, потому что там люди стояли просто, все места были заняты, и даже пройти в зал было фактически невозможно. То есть только там в открытую дверь мы заглянули и ушли, потому что это бессмысленно. Посмотрим видео. Да. Пока все. Интересно. Будем сейчас смотреть, какие еще интересные вещи здесь происходят. Перескажем вам. В следующей части нашего выпуска Сергей Тихомиров расскажет про третий день конференции Web3 Summit и начало конференции DabCon. Ну, для начала я хотел бы отметить вот доклад, который был в самом конце второго дня, который мне освещали, доклад человека по имени Эрик Восквилл про библиотеку Липбиткоин. Вообще такой чувак, очень известный в биткоин-кругах, он давно работает над этой библиотекой, а там имплементация всего стека, там нетворкинг, консенсус, скрипты, в общем, полная имплементация биткоина. И он, как мне кажется, немножко развеял такую, немного, как мне кажется, слишком благожелательную атмосферу конференции, которая скорее подходит под категорию блокчейн, нот биткоин. То есть, мы тут сделаем шардинг, мы здесь сделаем, не знаю, такие контракты, всякие контракты, игры, а вот как у нас юзеры, там UX, UI, кнопочки, фигопочки. А Эрик вышел на сцену и сказал, чуваки, на самом деле, киллер фича это уклонение от налогов. И пока количество налогов, которые уклоняются через биткоин и другие криптуры, это маленькое, государством пофиг. Как только государством станет не пофиг, они нас всех закроют. Ребята, как бы вот, будущее такое. И это звучало несколько, так, мрачновато, прямо скажем, особенно в качестве последнего доклада эту почетку, немножко пришибленный, типа, да, куда я вписался, ребят. Но, мне кажется, это такой немножко глоток здравого смысла, потому что вот эта эфириум-тусовка, она при всем уважении, ребята действительно делают культурный серч, и zero knowledge, и layer two, и все на свете, но немножко подзабывают, что вообще-то мы тут как бы с государством боремся, скажем так. И пони, единороги, они до тех пор, пока реально за нами не придут. Дальше продолжим мы третьим уже днем. Вообще, я буду несколько докладов пропускать, там, мне кажется, в третий день уже запихнули более-менее все, что осталось. Были доклады интересные и крутые, а были доклады так, ну, со-соу. Например, был наш знакомый хороший гость базового блока номер, не помню какого, недавнего, Алекс Скиданов из протокола, NIR, который рассказывал про шардинг и про их протокол, как вообще устроить шардинг, как не решают челленджи с шардингом, но я адресую всех слушателей к выпуску с ним, где он подробно это рассказал. Был человек по имени Майк Геллсер, который делает LeapP2P, здесь я слушал мне очень внимательно, но в целом LeapP2P это библиотека, которая делает networking layer для эфириума, и казалось бы, изначально, мне казалось бы, что в этом как бы нет никакой rocket science, что это просто ну такая вот техническая задача, ну как нам блоки посылать, как нам транзакции посылать, что это в общем-то проблема, ну плюс-минус решенная, а у них там как-то кипит работа, у них там то ли 8, то ли 9 имплементаций, они делают на разных языках, и что-то у них там очень широкий фронт работ, и вот surprisingly enough оказалось, что это очень важная вещь, и эфириум, будучи эфириумом, он переписывает все заново, потому что not invented here, ну а может быть, я конечно что-то не понимаю и слишком упрощаю. Были два человека из компании FlexDabs и BlockNative, они очень зажигательно произнесли речь по поводу user experience, это так важно, юзеры должны быть, вот да, вот здесь, мне кажется, они немножко вступили в какой-то этический диссонанс общей темой конференции, потому что общая тема конференции это что там Facebook следит за вашим телефоном, давайте мы не дадим данные Facebook, а эти два чувака рассказывали, как важно развивать engagement, как важно делать приложение, они, по-моему, даже прямо сказали слово addictive, то есть, чтобы у пользователей была зависимость от приложения, и в этом мне послышались нотки как бы вот Facebook, Instagram, Facebook, Instagram подхода к проектированию приложения, чтобы у тебя появлялись кнопочки, чтобы у тебя это вот Behavioural Science поведенческая экономика, поведенческая психология работала на то, чтобы ты как обезьянка тыкал кнопочки и там получал награду, родинобизированный награду, это все, они это не сказали, это я уже додумываю от себя, но они были к этому близки, а собственно, что они сделали, они сделали приложение, как бы в последний день конференции, я узнал о том, что как-то существует официальное приложение конференции, в котором есть расписание и даже есть какие-то игры на блокчейне, и что можно там с кем-то в шахматы поиграть, я почему-то об этом узнал за два часа до окончания, но оказывается, приложение есть, и они там типа what we have learned developing this application, вот, еще кто у нас был, еще у нас был Сергей Назаров, Сергей Назаров из проекта Chainlink, который делает ораклы для чейнов, для разных блокчейнов, и в общем там, да как бы проблема вроде понятная, реальные данные, блокчейны, надо их соединить, как мы можем доверять, а мы соберем кворум из ораклов, а вот у нас будет там голосование, не знаю, вот есть мнение, собственно, мнение Александра, Селезнева, что никакой здесь нет Rocket Science, а это просто проект, который взял нужные куски, собрал их в нужном порядке, и просто дал решение простой проблемы, которая действительно нужна людям, которые разрабатывают приложение, ну, может быть оно и так, я читал в Твиттере третка, там, человека, который, мне кажется, вполне компетентным, который скептически отзывался в этом проекте, и ничего в нем тоже такого интересного не увидел, но, ну, это какие-то ораклы, они работают, насколько я понимаю, даже на майонете они работают, ну, а потом уже пошла вообще жара, то есть, совсем уже, мне кажется, доклады, которые никуда больше не запихнулись, были два представителя прекрасной китайской народной республики, один из них рассказывал про ChainX, что-то они там связывают на полкедоте, если ты туда, если ты сюда, бриджи строят, вот, еще один был проект Seller, это некоторые Layer 2, и тут я хотел, может быть, услышать что-то интересное, потому что я немного заглянул в их white paper на предмет того, как у них устроен раутинг, я занимался в своих, исследовательских работах, занимался раутингом в сетях второго уровня, и Seller, это вот одна из таких сетей, и там якобы у них какой-то есть свой раутинг, я немножко знаком, как они вроде это делают, но чувак на сцене, он рассказывал вообще не про это, никаких internals он не раскрыл, а он рассказывал, что вот мы запилили Layer 2, у нас есть там куча транзакций в секунду, мы запилили игры, и прикиньте, у нас там тысячи юзеров играют в игры, у нас там N тысяч юзеров, они там сделали столько-то чуть ли не кликов, они там накликали, им мы дали токены за то, что они кликали, у них там engagement, то есть совершенно, мне кажется, там вот общие, общие посылки инференции, что мы строим Web3 как бы as opposed to Web2, который вот такой немножко эксплуатирует, скажем так, человеческие слабости, накапливает данные, на основании этих данных делают приложения, которые привязывают пользователей к ним, и такой вот нехороший, там реклама еще показывает, вот, и у меня здесь тоже послышались нотки вполне вот такого же подхода, что мы сделаем нечто, и у нас, прикинь, у нас люди тыкают, реально играют в игрушки, вот это Layer 2, ну и в конце, вообще было очень странное, что-то произошло, вышло два человека, Элиестер Стюарт и Джефф Бургес, Бургес, не знаю, как правильно писать, из Web3 Foundation, ну, тоже, я остался, потому что меня привлекло имя, но Web3 Foundation, известная Foundation, может что-то интересное расскажут, а мне кажется, у них вообще никакого доклада не было подготовлено, и они стали чуть ли не друг с другом болтать просто на сцене, то есть это было что-то среднее между докладом и панелью, там было недостаточно, как бы, людей для панели, и не было ведущего этой панели, но и не было заготовленного сценария для доклада, то есть не показаны какие-то слайды, но при этом такие, ну что, ну ты сейчас скажешь, нет, давай я сейчас скажу, слушай, да, кликай слайд, кликай следующий, да, да, ну вот у нас здесь еще такое-то происходит, здесь уже народ стал совсем расходиться, ну и я тоже разошелся, на этом закончился Web3, саммит, нет, в целом, конечно, при всем, что я сейчас описал, так немножко, может я слишком сильно их критикую, на самом деле было круто, на самом деле, я действительно зарядился этой энергией, такой чрезмерно романтического настроя, который возможно присущ многим участникам и организаторам конференции, что вот мы сейчас построим прекрасный новый мир, где не будет вот этой ужасной рекламы таргетированной, не будет сбора данных Facebook, мне кажется, все это немножко утопично, но мне все-таки нравится смотреть на людей, у которых смелые идеи, которые экспериментируют с технологиями новыми, пытаются что-то построить, мне кажется, что-то из этого должно вырасти, конечно, не в том виде, в котором это видят те, кто сейчас стоит на сцене, возможно, все это будет не так, возможно, у этого будет какая-то темная сторона, какой-то новый способ эксплуатировать человеческие слабости уже через веб-3 технологии, какой-нибудь новый Цукерберг построит свою мега-империю, все спикеры будут посыпать голову пеплом, что же мы наделали, как мы это все построили, ради чего, но это, возможно, будет через 10 лет, еще много чего интересного успеет произойти. Я не знаю, может еще сказать пару слов про Допкон? Допкон — это другая конференция, которая посвящена в основном эфириуме, я бы сказал, хотя вообще не то чтобы исключительно, она частично наслаивалась на веб-3, третий день веб-3 конференции, веб-3 саммит заканчивался, а с утра уже начался Допкон, и я поехал на Допкон, успел поймать несколько последних там докладов в одном из двух залов, там был доклад про сеть, которая называется NIM, там был доклад про blocks route, ускорение блоков, про погейшн блоков, был еще человек, я забыл, как называется его доклад, но все предложим в шоу-ноты, который рассказывал про то, как устроена Provable Computation, Secure Computation, экипевает подходы, собственно, там перечислил три подхода, что есть Multi-Party Computation, есть Trusted Execution Environment, есть Fully Homomorphic Encryption, и что вот их проект, New Cipher называется проект, вспомнил, что они реализуют Fully Homomorphic Encryption для каких-то Provable вычислений на блокчейне, вот тут я не могу, к сожалению, полностью оценить криптографическую основу, у меня было понимание, что это вот гомоморфное шифрование, оно как бы существует теоретически, но оно слишком тяжелое для практических применений, или, по крайней мере, для большинства применений, но они как-то вот сумели его применить. В конце уже под самый занавес была панельная дискуссия, которой мы зацепили только конец, с каким-то таким полушутливым названием, посмотрите на мои кнопочки, какие у меня прекрасные градиенты, скругленные уголки, вот, вел ее Себастьян Кутюр, ведущий подкаст, один из ведущих подкаста Эпицентр, а на сцене были несколько людей, которые разрабатывают разные кошельки, там был Алекс Вандерсан, кажется, так его зовут, один из таких известных людей в эфириум-среде, который уставил исток в эфириум, и несколько еще людей, которые разрабатывают кошельки, ну, и там рассудили, про то, как сделать правильный UX, UI, ну, а потом мы, да, заспойлировали немножко, мы поговорили лично с Себастьем, познакомились, и взяли у него интервью, мне, по крайней мере, приятно и интересно, потому что Эпицентр — это подкаст, который меня, в том числе, в значительной степени вдохновил на создание базы блока и продолжает служить, кажется, примером, то, как они подбирают гостей, делают интервью, и на протяжении уже, там, почти шести лет это делают, об этом можете посмотреть в отдельном видео. Сегодня еще был метап про, подвращенный Layer 2, была долгая панельная дискуссия, разные проекты Layer 2, в том числе некий гео-протокол, о котором никто, я, по крайней мере, буду за себя говорить, о котором я до этого дня ничего не слышал, ну или до того, как я прочитал анонс метапа на сайте Berlin Blockchain Week, оказалось, что там вся команда по-русски говорит, то есть мы собрались когда за пиццей и стали что-то по-русски говорить к нам, подходят тоже по-русски и говорят, а ты откуда? Я из гео, я из гео, я тоже из гео, ну там вся команда и собралась, вот, они из Украины, по большей части, вот, были там еще такие проекты, как PISA, они делают Watchtower для Lightning и Raiden, был человек из Raiden и было еще пара протоколов, которых я сейчас сходу не вспомнил, в общем, 6 человек рассуждали о том, что может нам дать Layer 2, какие у него ограничения, как его сделать лучшее, опять-таки, surprisingly enough, и тоже в моей Twitter-ленте про это шутили, так саркастически, что, блин, Berlin Blockchain Week сделали метап про Layer 2 и никого не позвали из Lightning, я специально посмотрел, ну, я мог пропустить, действительно, но первое такое, по сути, упоминание Lightning, более чем в одном предложении, оно состоялось где-то через 35 минут после начала дискуссии, то есть, все рассказали, ой, мы делаем такой Layer 2, мы делаем такой Layer 2, траля-ля-ля-ля-ля, а потом уже, уже ближе к концу, кто-то сказал, да, вот еще есть Lightning, и Lightning, конечно, это самое, как бы, она популярная очень имплементация Layer 2 для биткоина, вот, но понятно, что тусовка, странным, что, ну, блин, будучи в Берлине, где вообще очень много блокчейн-разработчиков и биткоинов-разработчиков тоже, ну, наверное, можно было кого-то найти, кто мог бы поговорить за Lightning, потому что, ну, они, действительно, пионеры, они самую, сделали на данный момент популярную работающую сеть, хотя, как мы тоже отмечали потом в дискуссии в Куларах, ее рост, который казался таким экспоненциальным в прошлом году, он сейчас подостановился или подзамедлился и уже не так, не так очевидно, что это все прямо сейчас будет взрываться и все будут платить через Lightning, может быть, и нет, ну, или нужно эту технологию как-то улучшать, чтобы это будущее наступило. Итоговый выпуск по Добкону. Сегодня был второй день Добкона, хотя завтра будет третий день Добкона, но там будут воркшопы в основном. Да, но это нас уже вообще не интересует. Это нам мешает записать уже итоговый выпуск уже сейчас. Да, можно было вчера записать, мне кажется. Мы сегодня занимались в основном тем, что ходили, скажем так, общались в кулуарах. Вот если вы не знаете, что такое кулуары, мы теперь знаем. Или там, знаете, как говорят, на полях саммита. На полях саммита. Мы встретили огромное количество интересных людей, пообщались с ними, со многими записали интервью и смотрите на нашем канале эти интервью. А в плане докладов мы послушать успели в общем-то не так много. Я лично хотел успеть в 10 утра послушать запись живую моего любимого подкаста Эпицентр, но... Проспал. Да не то, что проспал, мы так поздно легли в предыдущий день, потому что записывали итоги предыдущего дня, что решили немного поспать. Но можно послушать это в записи. Собственно, пара докладов, которые я более-менее могу пересказать. Один из них это был Trust Wallet. Виктор Радченко рассказывал про Trust Wallet. Такой кошелек для эфириума, как он устроен. Вообще, я понял, что мир кошельков эфириумных развивается очень бурно, и я отстал от жизни реально. То есть там люди пишут кошельки, в которых реально задействованы смарт-контракты прямо внутри. У них там какая-то сложная логика для безопасности, что у них там мультисик туда, мультисик сюда. Советую обратить внимание на этот проект, на похожие проекты кошельков, в которых есть. Вот есть Arja, есть еще какой-то кошелек такого же, такого же толка. Еще был доклад Алекс Ван Десандер, он так его зовут. У него в Твиттере Heddle Афса. Он еще вчера был в этом же митапе, нет? Ой, в этом же панели про дизайн. Да, был в панели про дизайн, а сегодня у него был доклад про метатранзакции. Про метатранзакции мы, наверное, запишем отдельно, но если не выпуск, то кое-нибудь, не знаю, что-нибудь мы запишем. У нас Евгений Марченко специалист по этой теме. Да, да. Но основная идея там в том, что мы хотим отделить подпись за транзакцию, как за некоторые действия в протоколе, от данных, которые транзакции один из первых юзкейсов, куда это можно применить, это проблема онбординга юзеров. Вот ты приходишь как новый юзер, скачал кошелек, завел, но у тебя нет эфира, и ты не можешь делать вообще ничего, потому что должен платить за газ, а у тебя нет эфира, чтобы платить за газ. И ты такой, типа, ну окей, зарегался, а делать дальше нечего. И идея метатранзакции, точнее, что они позволяют делать, одна из этих человек мне не позволяют делать, это сделать так, чтобы сервис платил юзерам за газ. То есть я как юзер подписываю транзакцию, что я авторизую некоторое действие вот с моими данными, там токены мои куда-то положить, а дальше сервис подписывает как бы транзакцию от себя, платя газ за нее. Он при этом может, например, мне показывать рекламу и таким образом окупать свои расходы или просто делать бесплатно для, не знаю, раскрутки своего приложения или для чего-то. Но это добавляет определенной гибкости и убирает этот очень серьезный барьер, что ты можешь уже начать что-то делать, не закупая перед этим эфиром. Мне кажется, это перспективное очень направление. Про DeFi говорили люди. Я могу вспомнить сходу никакие доклады сегодня, потому что я был сегодня на нуле докладов. Единственное, что в какой-то момент мы зашли на панель с Виталиком, с Любином и с еще парочкой почтенных людей. Там был какой-то аторник, какой-то американский. Виталик, Любин, чувак из компании Missari, если ничего не путаю. Вроде да. И Twitter handle Tubit Idiot. И какой-то американский юрист. Там не просто юрист, а какой-то, я не знаю, я помню, как смотрел перевод этого слова. Это какой-то окружной прокурор. Это что-то такое, кажется, значит. Или там, не знаю, какой-нибудь защитник прав блокчейнов и новых финансов. Суть в том, что из этого доклада мы усвоили, кажется, что... Ты что-нибудь усвоил, Сереж? У них была так заявлена тема, ну, собственно, как все панели, это разговоры более-менее ни о чем. Они пытались рассуждать на тему, что такое success, how do we measure success, как мы поймем, что наше, значит, все это движение реализованное успешно или не успешно. Я бы даже сказал, что там акцент был не как мы поймем, что успешно оно или не успешно, а это было с каким-то с таким фоном, что вот у нас что-то мы уже сколько лет ковыряемся, у нас никакого custom requisition толком нету. И, короче, вот это было вот с таким фоном. У нас вообще получается или нет? Почему мы до сих пор считаем, что у нас получается? На самом деле, интересная тема. Я почти уверен, что на эту тему можно было действительно очень интересно поговорить. Я думаю, у всех этих людей есть очень интересные мысли, которые в куларах, я думаю, они бы озвучили, но на сцене, мне кажется, они просто какие-то стандарты на своей речевке. У меня еще была какая-то проблема, я не знаю, может, я просто был уставшим, может, акустика была какая-то не такая, но иногда просто трудно мне было портить почему-то просто английскую речь, хотя, казалось бы, я этих чуваков слушаю подкасты как гласуточно. Мне запомнилась реплика Виталика, когда модератор панели спросил, что вы видите главной угрозой или главным сценарием, при котором вы можете сказать «У нас что-то не получилось». И Виталик сказал что-то на вроде того, что если большинство юзкейсов для не шифропангов и не нердов будут кепчурать, будут захвачены централизованными решениями, которые более централизованные, чем нам бы хотелось. И я задумался, что да, действительно, это такой вариант довольно-таки вероятный. То, что мы обсуждали в выпуске, например, про Libra фейсбучную, то есть криптовалюты, которые как будто бы криптовалюты, а на самом деле они не децентрализованы, но большинству юзеров все равно, и поэтому они захватывают рынок. Вот такой сценарий. А что сейчас не кепчурт в централизованном решении? Что имеется в виду? Я не очень понял. Слушай, ну я тоже, я примерно пересказываю бликоких текстов, я не знаю. Мне кажется, Сбербанк онлайн сейчас вполне себе кепчурт и переводы денежные. Нет, ну может быть, я уже додумываю от себя, может быть, имеется в виду, что вот сейчас модная тема, очередной, скажем, нарратив эфириума это DeFi, децентрализованный лендинг, кредиты, грубо говоря. Но можете представить такую ситуацию, когда там традиционные банки скажут, опа, юзеры у нас хотят одной кнопкой брать кредит, одной кнопкой давать кредит, зарабатывать какие-то более высокие проценты, чем предлагают сейчас банки. И это реализуют или на своей старой инфраструктуре, или немножко ее как бы оптимизировав, форкнув какой-нибудь BFT протокол для проформы, сделав контент между 100 банками. Ну вот у нас типа такой блокчейн, и у вас вот он DeFi. Я даже думаю, знаешь, Сереж, дело там не в том, что для проформы какой-то консенсус, а может быть просто они могут взять какое-то решение, которое, ну, на основном блокчейн, которое действительно позволит им что-то удешевить, что-то упростить, просто внутренние траты убрать, и сохранив как бы бенефит для себя, сделать для пользователей лучшие условия. Вполне себе вариант. Ну да. И вроде бы как для пользователей эта ситуация улучшается, то есть им действительно будет более дешево, более удобно и так далее. Конкуренция всегда хорошо. Конкуренция всегда хорошо. Но, блин, если это действительно все, чего мы сможем добиться, Ребят, самое главное С Виталиком мы интервью не взяли Он приехал неожиданно Он не был анонсирован в программе Мы с Сережей что-то подумали Куда он денется Сейчас он тут стоит, мы еще интервью 3 успеем взять Он что-то стоял, стоял, стоял А потом делался куда-то Пишите в комментах, что бы вы спросили у Виталя Когда мы его в следующий раз встретим Ставьте лайки и колокольчики Да, мы сказали это Видеоблогеры От бога Если вы смотрите это, поставьте лайк Мы сегодня взяли интервью На самом деле огромное количество очень интересных людей Очень симпатичных нам, с очень интересными проектами Всем вам желаем удачи Взяли интервью с Лешей Из Зерион, взяли интервью с ребятами Из Геопротокола С ребятами из Торнадо Кэш Это такой миксер на эфириуме Виктор Радченко уже упомянутый У нас сегодня был Анатолий Ресин из Блоквиз Со своим новым проектом Очень интересный тоже ребят Я написал Сергея Назарова Да, Сергей Назаров и с Ченлинк Ребят, мы тоже хайпуем Я хочу сказать, что мы запартнерили с Ченлинк Тоже, как и все Но мы немножко пообщались В общем, огромное множество интересных гостей Мы все это будем скоро выкладывать Ждите Мы прям сами ждем, не дождемся Самим интересно это все посмотреть Потому что, я не знаю, как Сереже Я уже ничего не помню О чем вы говорили Совершенно, абсолютно Я, да Вот только у меня какие-то обрывки Разговора с Сергеем Назаровым У меня сейчас есть в голове Потому что это последнее, что мы сегодня записали Но остальное Все перемешалось И перепуталось Мне будет самому С огромным интересом Я пересмотрю то, что мы, собственно, записали Как в первый раз Давайте про митапы Сергей, расскажите, наверное, сначала Вы про свой митап Что вы за митапы Да, Александр, спасибо большое За то, что передали мне слово Я пошел на митап Ну, сегодня был выбор митапов Несколько меньше, надо сказать, чем вчера Их было не 15 А всего штук, не знаю, 10 Я сходил на митап подкаста Эпицентр Они анонсировали свой митап Но без всяких докладов Это просто неформальное такое Собрание людей в Биргартене Те, кто не знаком с немецкой ресторанной культурой Это, собственно, такой дворик, где пьют пиво То есть, такой дворик, там стоят столы Такая будочка с пивом Берешь пиво, сидишь за столом, пьешь пиво Мы сидели в этом Биргартене Я подошел уже относительно поздно Уже там больше часа прошло с начала митапа Люди сидели с таким длинным столом Был человек, наверное, 30 Там был ведущий Один из двух основателей Эпицентра Себастьян Я к нему подсел, присоединился Мы с ним поговорили про подкасты Еще там были люди из одной инвестиционной компании Которая инвестирует в блокчейн-протоколы Ну, не только протоколы И в компании, в фонды, в протоколы Обсуждали то, как устроена работа блокчейн-аналитиков В таких фондах Что они хотят от блокчейн-проектов Интересно думать о том, как соотносится работа фондов Из традиционного, скажем так, стартап-мира Какие тут применимые методы оценки проектов Какие неприменимые в приложении к блокчейнам Как в токены инвестировать Что это вообще означает Как оттуда прибыль забирать Интересно, мне понравился митап Классно, что таких интересных людей Объединяет подкастинг Расскажи, Саш, про свой митап Ты делал доклад? Да, я участвовал сегодня в митапе Блокчейн-хакерс Это митап, который моя компания Смартдек делает С компанией Хакен Посвящен он преимущественно Секьюрити В области блокчейна По большей части организовывали ребят с Хакен Они звали всех спикеров Они позвали очень многих интересных ребят С консенсус дилидженс Ребят, которые делают мификс Позвали ребят из чейн-секьюрити Солидифай Много интересных людей И там было целых шесть докладов Ребят, шесть, я не шучу Шесть докладов на митапе Каждый должен был длиться по 15 минут Но у меня какое-то ощущение Что никто толком не уложился Кроме меня Потому что я самый воспитанный Дисциплинированный ребят Шучу Мой доклад был посвящен По сути я презентовал Наш новый продукт Это Enterprise Security Scanner Под блокчейн Я суперкратко вам Ребят, его запитчу сейчас За 30 секунд Судя в общем в том Что, как нам кажется В Смартдек В 2019 году Уже потихонечку Все блокчейн-разработки Двигаются От proof-of-концептов Различных К продакшен-реди вещам И так как Блокчейн по сути своей Пихается исключительно В места Где очень много Ответственности и денег То Всему этому требуется Уже Безопасность Ну Высшего уровня Со всеми Со всеми стандартами Индустрии Разработки Сейчас текущие Блокчейн-тулы Они может быть Хорошо что-то ищут Но там нет Солон-графич Который используется Ну в традиционной разработке То есть они там Ни с чем не интервируются Из всяких там Джир Все такого Не анализируют Другие языки Aside from Solidity То есть там нет Всяких фич Которые там Нужны для работы в команде Там аналитика Репорты Все этого нет У нас это все есть У нас есть свой Интерпрайз-тул Поэтому Мы решили Что ну наверное Нужно просто Сжать зубы в кулак И Ввести Блокчейн-специфик Правила В наш Интерпрайз-тул Что мы и сделали Я про это сегодня рассказал И мне кажется Что Это что-то Что действительно Может быть Полезным Всем нам Уже очень скоро Потому что Сиссурить В блокчейне В общественно важных местах Я думаю Важна будет для всех Мне понравилось Что действительно Много кто проявил Искренний интерес И я думаю Что у нас Что-то получится Вместе сделать Второй доклад Это были ребята Из Consensus Diligence Конкретно Ребята Которые делали Мификс Он был Такой Относительно Обзорный И такой Более-менее Ни о чем То есть там Бернард Шеф этого направления Рассказал Про то Что такое Символьное выполнение Какие плюс-минусы Что бывает Что можно найти Что нельзя найти Как они это делают Показал Live-демо Ну какой-то Такой совершенно Вводный доклад Второй парень Я к сожалению Забыл его имя Очень стыдно Из Мификс Тоже Рассказал Про то Как на основе Вот этих Базовых тулов Которые они Разрабатывают Он Разработал Несколько Тулзин Для Анализа Вот По этим правилам Всех скопом Смарт-контрактов В Эфириуме И Также Для анализа На возможность Фронтранинга Всех транзакций Которые В Мемпуле Ну тоже Интересный Такой доклад Но все равно Какой-то достаточно Обзорный И не очень-то Актуальный Ну то есть Спасибо Но В общем Ничего нового Для себя Я думаю Никто там Не открыл Следующий доклад Его делал Губерт Из Chain Security Вот он Был реально Прикольный Он рассказал Про перемены Которые нас ждут В следующем Форке В Истанбуле И там Будет всего Шесть ИИПов Принято И он Расскал Конкретно Про один из них Который Они очень-очень Исследовали Прям подробно И Даже он Сказал Что он Это в свое Личное Время Свободно Его Очень сильно Изучил И он Нашел Там Какую-то Проблему Которую Мне там Немножко Не хватило Внимания Наверное Уже И там Может быть Скилла Понять Но суть была В том Что Ну общая суть Я ухватил Что Если Сейчас Будет Принят Этот ИИП В этом Форке То Огромное Количество Смарт-контрактов Там Какие-то Тысячи Уже Сейчас Существующих В сети И Соответствующих Нормам Безопасности Текущим Станут Уязвимыми Станут Подвержены Уязвимости То есть Люди делали Соответственно С лучшими Практиками А тут Раз И оказалось Что Уже Вот это Не лучшие Практики А смарт-контракты Поменять Не можешь Там Деньги Лежат Имьютабл Контракты Говорили Они Ничего Нельзя Поменять Говорили Они Ну Собственно Так Будет И Вот Он Сейчас Призвал Всех Распространять Это знание И вообще Максимально Об этом Всех Просвещать Потому что Ну Как бы Никто Про это Особо Не знает До сих пор И Грубо говоря Если Форк Произойдет Завтра То Люди Будут Долгое Время Еще В неведении Писать Смарт-контракты Уязвимые По сути Просто Не зная Про эту Уязвимость Которая Просто Была Интродюст Новым Форком Слушай А тебе Не кажется Что Мы Обсуждали Его разбили На две части Его разбили На две части Там Какие-то Ипы Выкинули И он говорит Что Конкретно Вот этот Ип Он изучил И в нем Эту тему Он Как-то Хорошо Раскопал И он говорит Что Он даже Не все Ипы Посмотрел То есть Там Не исключено Что В оставших Все Тоже Какие-то Проблемы Я до сих пор Не уверен Что Это Имеет К этому Непосредственное Отношение Но Адресую Слушатели К 75 Выпуску Где Евгений Маршенко И Павел Кондратенков Рассказывали О Хартфорке И Станбул Мне кажется Что-то Если не конкретно Это проблема Но какая-то Такого же Рода проблема Там тоже Обсуждалась Ребята У нас сейчас Посередине Записи Этого видео Кончилось место На моем телефоне Окончательно А сейчас На моем Кончится батарея Поэтому мы будем Очень кратко Да И у нас Кончилась энергия У самих Ну все Мы уже отчаялись Ребята Время час ночи Сейчас мы сидим Тут Все ради вас Дорогие слушатели Мы сегодня бегаем И вчера И позавчера С утра до ночи Лишь бы Был качественный контент Все для вас Мои личные впечатления Не знаю Согласишься или нет Что движок-то идет И я немножко Был такой В предыдущие Несколько месяцев Сконцентрированный На биткоине Лайтинге И вот той области И это конечно Тоже все круто И там происходят Тоже интересные вещи Но здесь Как бы вот область Дефай Область Тех же самых Агмента транзакций И вообще Как эфириум думает Про аутбординг юзеров Ну работа-то кипит У меня нету Сто процентной уверенности Что действительно Работа Скажем так В правильном Стратегическом направлении Там еще можно Про это просуждать Но тактически Очень интересные вещи Происходят Очень умные люди Не говоря уже О зеронологе Зеронологе Как бы отдельная Немножко даже категория И мне кажется Чем дальше Тем больше Что в блокчейнах Или не в блокчейнах Но это точно Найдет себе применение Может быть даже скорее И не в блокчейнах А просто как прувы Кто-нибудь кому-нибудь Что-нибудь доказывает Зеронологе Это будет прикольно Посмотреть Я бы со своей стороны Добавил Что у меня Неожиданно мало Энтузиазма Вызвали Условные доклады На условных Главных сценах От условных китов Индустрии И неожиданно много Энтузиазма Вызвали доклады На Боковых сценах И интервью С Неглавными людьми В индустрии С которыми Мы общались Они действительно Вызвали у меня Энтузиазм И радость Потому что Я вижу не людей Которые толкают речи И не понятно Чем на самом деле Занимаются А людей Которые действительно Что-то очень увлеченно делают И у них действительно Что-то получается Да Это какое-то Знаешь В каком-то смысле Следующее поколение Приходит То есть после людей Которые Ну понятно Что у нас есть Год за Не знаю За 10 Так сказать В собачьих годах В блокчейн годах Это уже Дядя 10 лет То есть Не говоря уже Там ранних биткоин Old Gunster Это вообще уже Как бы античная Греция Но вот люди Типа там Джо Любина Того же Виталика Которые там Были у истоков эфириума И такими были Самыми авторитетами 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 Уже слова не могу подобрать В 17-м условном году На пике хайпа Потом у нас Пришла какая-то зима Вот видимо В эту зиму Пришло какое-то Новое поколение Ребят Волны смеют друг друга Приходит волна Людей увлеченных технологий И они классные Интересные Они делают несмотря ни на что Зима, лето на дворе Там что угодно Какой курс Они делают Потому что им классно Им по кайфу это делать Они могут что-то привнести свое Потом наступает хайп Приходят всякие хайпажоры Которые там Свои ICO толкают И такая вот Нервная становится обстановка Потому что куча скамов Куча какого-то Бессмысленного шума Потом все это лопается Несколько подостывает И дальше опять приходит Следующая волна Людей, которым интересна суть Интересные технологии Вот мне кажется Мы как раз в куларах Когда общались Вот эти люди есть То есть они пока еще Не на главной сцене Потому что они пока еще Не наработали себе Такую репутацию Портфолио Их проекты еще Они находятся в стадии разработки Но вот пройдет Полгода Год-два И тогда Я хотел бы надеяться Что они будут на главных сценах И это будет Некоторая следующая Ступень развития эфириума И вообще Дизентрализованных протоколов Желаем им удачи И смотрите на нашем канале И в нашем подкасте Слушайте интервью С такими людьми Мы стараемся Именно таких людей приглашать Которые рассказывают про суть А не про хайп А завершают сегодняшний выпуск Подкаста базовый блок Сергей Тихомиров И Евгений Марченко С рассказом о Хакатоне ЕТХ Берлин В котором они поучаствовали А также взглянули На другие проекты Которые были представлены И у нас завершилась Большая неделя в Берлине Мы находимся около Фэктори Герлицер И здесь завершился хакатон В котором мы участвовали С Евгением Что скажешь, Жень? Как тебе впечатления? Ну вообще очень круто Все мероприятия Вся неделя Безумное количество людей Безумное количество разных мероприятий Этапов столько Что каждый найдет что-то Что нужно именно ему Наверное, это самый крупный Который из всех На которых я был Очень высокий уровень проектов Как бы видно, что Люди сюда готовились Когда ехали заранее Продумывали проекты Понимали, что будут здесь делать И очень хорошо при этом Все организовано Огромное количество помещений Самых разных То есть можно найти себя в подушах Ну и очень много работы, да Да, я скажу в плане статистики Что организаторы в Твиттере запостили Что было порядка 250 участников 258 Да 258 участников Было порядка 100 команд изначально Некоторое небольшое количество Было отсеяно каким-то формальным критерием Но в итоге было 88, по-моему, проектов В финале оценено Где-то около 10 из них, мне кажется Получили призы Как основные призы Катона 10 команд Основной приз И, мне кажется, еще несколько от спонсоров И еще несколько от спонсоров Получаешь стеби коины То есть условно доллары Которыми ты можешь распоряжаться Проблема в том, что эфир может Сильно упасть в цене И тогда получится Что ты в долг взял больше, чем предоставил залога В такой ситуации случается неприятное событие Которое называется ликвидацией И, в общем, твой эфир Заниженные стоимости продают И вообще это очень неприятно Мы написали смарт-контракт Который цепляется к этой системе И позволяет любому лоту или человеку Следить за твоим ЦДП И когда он близок к ликвидации Проявить некоторую активность И просто помочь ему пережить трудное время Я могу еще добавить, что мы поизучали немного рынок Проекты, которые решают эту проблему, они существуют? По крайней мере, мы два нашли что-то вроде того Решения этой же проблемы Но они все требуют некоторого вручного действия от пользователей То есть пользователь сам должен следить, какие у него там позиции Когда они приближаются к опасной границе И что-то вручную отправлять в транзакции Идея нашего проекта была в том, что мы один раз сабмитим смарт-контракт И дальше уже экономика работает на нас Уже экономика работает на то, чтобы какие-то третьи стороны Самостоятельно мониторили ситуацию Находили опасные позиции Помогали им спастись Получали за это комиссию А пользователь должен просто сидеть на диване и ничего не делать В идеальном случае Призок, с сожалению, мы не получили Конкуренция была очень высока, я хочу сказать И вообще DeFi идет во все поля Было там два или три проекта, наверное, по кредитрейд-свопам Практически одинаковые проекты по востребованию DeFi Обмена переменной, процентной ставки на постоянную и обратно Рынки связанные с компаундом, с мейкером И интересно наблюдать, как вокруг них вырастает эта экосистема То, что ты получил название DeFi У меня такое впечатление, что экосистема кипит Тут вот полное Раз, два, три, четыре Четырех-пятиэтажное здание Заполненное людьми, которые Хакают что-то вокруг Некой стекотехнологии, которая вырастает Вокруг эфириума, вокруг смежных проектов Мне все вообще очень классно Мне еще предстоит подумать и осознать Насколько ценность этого всего заключается Именно в децентрализации И вот в censorship resistance На что любит биткоин напирать Или же это, может быть, не настолько децентрализованные технологии Но с большей функциональностью Больше приближенные, больше похожие на традиционные финансовые рынки Что все эти разговоры про то, что мы будем кредитные ставки Свопать туда-сюда Что мы будем здесь у нас лендинг Там у нас боровинг Это все, на самом деле, очень напоминает действительно традиционные финансы А не, как бы, не биткоин стайл Что мы, как бы, buy and hodl И нас ничего, значит, не волнует Мы любую цензуру готовы предотвратить Но такого функционала развитого нет Я хотел бы, наверное, сказать, что Дефи-проекты были, наверное, таким самым большим отдельным блоком Если выбирать, как группировать по тематике И, наверное, в целом это какая-то попытка сделать аналоги Традиционных финансовых инструментов Хотя бы базовых на данный момент На новые технологии С новыми, наверное, свойствами и своими преимуществами И вообще, наверное, я бы порекомендовал бы всем Зайти на DevPost Несмотря на то, что это, как бы, не самый удобный сайт, скажем так Найти там этот хакатон и посмотреть победителей Это займет, наверное, минут 10-15 Но, мне кажется, можно будет понять, какую сторону Какая-то горячая точка, которая существует в эфире Что куда развивается И что, наверное, сейчас является трендом Да, ссылку предложим в описании Где пост это сайт, где организуются хакатоны И там можно смотреть проекты, презентации Код, конечно, и все остальное Ну что, на этом заканчивается берлинская блокчейн-неделя Я очень рад, что я сюда поехал Мне кажется, это прекрасно Я просто провел время и получил за неделю информацию Наверное, сколько я за полгода не получаю В обычной такой жизни Всем горячо рекомендую Следующая берлинская блокчейн-неделя наверняка тоже будет Наверное, примерно через год Примерно через год Так что я постараюсь на ней выйти Всем советую Это был подкаст «Базовый блок», выпуск 86 Сегодня его ведущими были Сергей Павлин, Сергей Тихомиров Александр Селезнев и немножечко Евгений Марченко Мы рассказывали про блокчейн-неделю в Берлине Всем спасибо за внимание Спасибо нашему спонсору, компании Waves Спасибо нашим патронам на сайте patreon.com И напоминаю про то, что можно зайти на patreon.com slash basicblockradio И оставить свои пожертвования Подписывайтесь на нас в iTunes, в RSS, на подкастах Google Ищите нас во всех соцсетях То есть в YouTube, в Twitter, в Instagram, в VK Везде мы называемся BasicBlockRadio И конечно же заходите на сайт basicblockradio.com Там можно будет найти шоу-ноты И послушать другие выпуски нашего подкаста Всем пока и до следующего выпуска